Массовые протесты одесситов. Горожане вышли на забастовки. Одессу хватила волна возмущения. Жители улицы Черняховского остались без света. В результате недавнего урагана подорвала линию электропередач. Городские власти не разрешили ситуацию. И жильцы обесточенных домов предприняли крайние меры. Вышли блокировать проезжую часть. Говорят, это жест отчаяния. В моем доме находится детский сад, который всю пятницу, не пятницу, в четверг и в среду сидел без электричества. На темную детки сидели. Я не знаю, как они там кормились, гулялись, я не знаю. Но они сидели без электричества. У меня трепения нет уже. Я не знаю, у меня пена изо рта идет. У меня три отделения морозилки. Пропала клубника, вишня, черешня. Блин, я говорить не могу. Что это такое? На пересечении улиц Черняховского и маршала Говорова видим десятки людей, которые перегородили дорогу. За один день они стали радикалами. Компромиссов с городскими чиновниками найти пока не могут. Обращения в Гурзелентрест и Одесса Облэнерго, по словам местных, оказались тщетными. Только после открытых демонстраций приехала техника коммунальщиков. Работники ЖКС объясняют, что не могли справиться с объемами. Тем временем общественные автобусы вынуждены были изменить свой маршрут. В конфликт вовлекли даже патрульных. А по другому адресу жители в домах на Ефима Геллера просидели без света почти четверо суток. Ураган 12 октября повредил электросети. По словам жильцов, коммунальщики требовали денег, чтобы устранить поломку в квартале. Без света обходиться очень дорого, потому что у меня три маленьких дома ребенка, которые без света обходиться не могут. А генератор требует бензина, а бензин очень дорого стоит. Одессиды рассказывают, что неизвестные предлагали заплатить им деньги в обмен на починку электросетей. Сумму не озвучивали, просто говорили, что соберете деньги – сделаем. Не соберете – будете ждать до вторника. Именно эта дата звучала. На горячей линии никто не помог. Ежедневно обращались в Южный РЭС. Да, они всех нас знают по фамилии, понимаете. Но никакой реакции нет. На самом деле здесь небольшая авария, понимаете. Просто нету обратной связи. Вот это вот обидно. Электричество приехали восстанавливать только после того, как жильцы пригрозили, что будут бастовать и перекроют Краснова. Как рассказывают здешние обыватели, их соседу коммунальщики предложили сесть на кран и воспользоваться своей же пилой, чтобы обрезать дерево над дорогой. На наши вопросы монтёры отказались отвечать. Поломка на линии в чём состоит? Обратитесь в РЭС. Они решили спилить ветку, которая никак не трогает провода вообще, ну, видимо, для видимости. Поэтому ждём, не знаю. Никто не собирается расходиться, пока не включат свет. На аварийную точку выезжала полиция. Правоохранителям поступило неподтвердившееся сообщение о перекрытии дороги. В итоге свет на Ефима Геллера дали, но с боем. Мария Сапкалова, Кристина Немченко, Игорь Казанжи, Алексей Барановский, 7 канал.